Ну, там печально, я просто, ну, в общем, я сказала, да, что это противопоказания, то есть, ну, есть на сегодня рискованные доктора, которые это делают. Нет, я просто предложила двумя этапами сделать, то есть, пациентка у меня живет в Якутии, она сказала, что мотаться ко мне вот так вот, и то у нее там огромная просто работа имплантологическая, протезная еще была, что еще и вот. Ну, просто мужчине я тоже делала, мужчине, это ладно, ну, какой-то крупкой девушке. Вот, крупкой девушке я делала. Да? Да, но у нее такой железный характер, что еще любого мужчина стоит. Ну, да, там этими командуют. Семь подряд. Семь подряд. Ну, это сам протокол методики, да, операции. Сейчас мы тогда, как мы, пройдемся здесь, а потом я нарисую, или сразу рисовать начнем. Давайте, да, расскажем. Доктора. А потом рисовать еще будем. Нам просто это очень важно, чтобы вы поняли, где что вокруг кого крутится. Значит, дизайн разреза мы начинаем точно так же с параментологического зонда Гранда Ирана. Мы измеряем глубину всех рецессий. Все, поехали. Поскольку у нас несколько зубов участвуют, да, в вмешательстве устраняемых, несколько рецессий с вами, мы должны сделать первое. Выбрать центральный зуб, которому будет вращаться лоскут, потому что он все-таки ратированный. Как правило, этим центральным зубом является клык на верхней челюсти, и либо клык, либо прималяр на нижней челюсти, или уже центральная лица. Это может быть любой зуб, но чаще всего, поскольку и дегесенция первичная в области клыков в самом большом, да, соотношении по отношению ко всем другим зубам, потому что он расположен таким образом, просто в дуге зубной. Соответственно, отличающаяся самая распространенная нозологическая единица – это рецессия клыка. Мы выбрали центральный зуб клык, измеряем глубину рецессии в области клыка и откладываем от вершины сосочка с каждой стороны, и медиально, и дистально. От вершины сосочка в сторону основания. Отложили, сделали точку. Дальше мы измеряем глубину рецессии в области соседнего зуба, например, 12-го, да, здесь 22-й нарисован, в области 22-го зуба. И отмеряем ее от медиального сосочка. Вот на 22-м зубе глубина рецессии, мы ее отмеряем от вершины сосочка вот здесь. Измеряем на 24-м зубе глубину рецессии и отмеряем ее от дистального сосочка. Последующий, 25-й, мы измеряем глубину рецессии и отмеряем ее на дистальном сосочке. Все, что дистализируется, мы отмеряем на дистальном сосочке, все, что вперед идет от центрального зуба, на медиальном. То есть, как бы на один зуб откладываем вот так вот назад. Вперед и назад, да, у нас в две стороны, поскольку будет ротация к центральному зубу, который выбран. Дальше начинается формирование дизайна разреза. Первый разрез вы проводите скальпелем С15, соединяя вершину рецессии, вот этот зенит рецессии, с точкой, отмеренной на основании сосочка. Вот таким вот образом. Клыку в одну сторону и клыку в другую сторону. Ваше движение скальпеля от дистальной поверхности стремится всегда к клыку и от медиальной поверхности к клыку. То есть, все зениты рецессии вы будете соединять с точками. Еще раз, что? Зенит рецессии вы соединяете с точкой, отмеренной от вершины сосочка в основании. И вот этот зеленый, да, маркер, это вот дизайн разреза в данном случае. Плюс, поскольку это, мы сейчас говорим о верхней челюсти, вы добавляете суркулярный бороздковый разрез внутренний на плюс один зуб с каждой стороны, потому что мы, да, не делаем вертикально. Да, вот так. И вот этот вот так тоже, да. А здесь вы уже отслоиваете. И вот здесь я потом расскажу, здесь особенно, здесь уздечка. И ее надо тупым методом, да, тоже отслоить будет, потому что она еще нам будет тянуть. А где сталью? Еще плюс один зуб. Ну вот. Вот внутри, да. Да. От зенита сюда. От зенита сюда. Вы стремитесь к клыку. Мы выбрали центральный зуб. Он у вас потом вот так вот и ротируется сюда вниз. Вот то, что у вас получилось, когда вы отслоили. Отслоиваем мы точно так же. Здесь у вас полнослойный в области клыка, в области самого корня, да. На боковых поверхностях между зубами расщепленный лоск. Вы старайтесь сохранять надкосницу на принимающем ложе. Она нам понадобится. Деэпитализированные сосочки. И мобилизация лоскута, расщепление его опекально. Если мы работаем в условной методикой, значит мы устанавливаем сюда пластический материал или ауто-трансплантат. Пришиваем его, фиксируем к сосочкам анатомическим, деэпитализируем. Возвращаем на место слизистонкастичный лоск. И начинаем ушивать. В строю, да? Да. Ну, я стараюсь ушивать от медиального дефекта всегда. Ну, как-то вот так мне удобнее. Удобнее, да. Вы надо наложить вот здесь один шов, наложить вот здесь один шов. Потом наложить сюда и наложить сюда. Чтобы, да, вы постепенно стягивали ее. Потому что, если вы сначала положите швы на клыке на центральном зубе, то у вас потом он начнет гулять, вот эти сосочки. Они немножко плохо сопоставляться. Они просто будут. Ну, это уже вот как такая опытная именно наработка. Швы такие же обивные, двойные, да. По сути, я иногда даже пришиваю. Если я использую пластические материалы или аутотрансплантат, я каждый межзубной промежуток прошиваю, получается, как бы по два раза он прошивается. Потому что при применении пластического материала, там, получается, плюс ткань, да, чтобы избежать каких-то негативных осложнений, там, и расхождения швов. Ну, все. Осложнения у методики абсолютно такие же, как у всех остальных. Это обнажение пластического материала, рецидив, расхождение швов. Реактивность на твердую мозговую оболочку. Сейчас вот мы посмотрим, как это выглядит на пациентке. Измерили толщину, да. У нее не тонкая, у нее средний биотип, да, у нее полтора миллиметра. У нее на самом деле плохая десна в области 22-го и 24-го зуба. Ну, это вот видно, да, там уже второй класс. Вот как выполняется дизайн. То есть, вот эти вот зениты, они соединены с точкой, отложенной от вершины сосочка. Да, да. А потом по борозде он идет. Ну, вот здесь вот просто дизайн очень хорошо виден, наверное, сам. А это тренер, потому что виден. Это эпитализация. Размер пластического материала. Установка, перфорация. Фиксация. Вот, о чем я сейчас расскажу. Это то, как выглядят вот эти пациенты первые полтора месяца. А вы поняли, как у родителей вообще? Да. Да. Потом она начинает... Потом она начинает сглаживаться, сглаживаться, сглаживаться. Первый раз, когда я ее поставила лет шесть, наверное, назад, у меня, конечно, был ужас, когда я это увидела. Но ничего, пациентка у меня такая была довольная, потому что у нее были нижние резцы, которые никто не знал, что с ними делать. Это называется... Он написан как стиральная доска. У нее все корни были обнажены, порядка 7-8 миллиметров были. Я вообще не знала, что с ним... Ну, хоть на сколько-то, надо было что-то ей придумать. И поставила ей, а у нее потом вот такой вот...